В этом году уже третье по счету областное мероприятие проходит в детской школе искусств города Видное. На этот раз в Ленинский район приехали соревноваться вокалисты. Инициатором и вдохновителем этого состязания в далеком 1998 году стал наш земляк Валерий Гончаренко. Статус районного конкурса с годами перерос в межрегиональный. Академическим вокалом наслаждалась и наша съемочная группа. У нас поющая страна. Русские любят петь испокон веков. Душа требует песен. Люди поют дома в душе, на природе под гитару, на свадьбах и в караоке. Поют иногда робко для себя и для друзей, а иногда смело на сцене. Как участники открытого областного конкурса сольного академического пения. Через пение мы узнаем красоту мира, красоту мозга. Через пение мы знакомимся с лучшими образцами оперной и камерной музыки. В этом году в конкурсе приняли участие 60 вокалистов из детских школ искусств и музыкальных колледжей Москвы и Подмосковья. В жюри профессионалы, знаменитые авторитетные люди, которые прошли все ступени вокального мастерства. От ученика до звания профессора. Человеческий голос – это самый тонкий, самый изысканный и сложный инструмент. По своему страстному накалу, по силе эмоционального воздействия на слушателей, с голосом не могут сравниться ни клавишные, ни струнные, никакие другие инструменты. Екатерина Абгарян приехала на конкурс из Единцова. У нее очень яркие вокальные данные, несвойственные ее возрасту. Она обладательница драматического сопрано. Катя мечтает стать оперной дивой и выступает на известных мировых сценах. Мне нравится не трепка Анна, но цирает Кабалея. Ну, как бы я люблю больше всего слушать классику и оперу. А вот ведновчанин Давид отдает предпочтение эстрадному пению. На конкурсе он исполнил песню из фильма о Гардемаринах. Мне больше нравится эстрадный вокал. Конечно же, мы основываемся на классическом пении, а потом же мы ставим эстраду, уже потихонечку на основе академического пения. Волновалась перед выступлением и Дарья Углова. У нее это уже не первый конкурс вокального мастерства, но пока еще не было призовых мест. Мне бы хотелось очень стать певицей, ездить по разным странам, на гастроли. Может быть, ее мечтам и суждено сбыться. В этом году Дарья впервые стала лауреатом первой степени. Конкурсанты, их педагоги и члены жюри утверждали, что во время выступления им помогали стены нашей прекрасной школы искусств. Совершенно замечательная школа, совершенно потрясающая акустика в зале. Все так продумано. Дворец, дворец искусства, дворец для детей. Прекрасное здание. Я думаю, большое будущее. Здесь можно проводить всевозможные конкурсы, вокальные, разные. Так что поздравляю вас. А мы поздравляем всех участников конкурса и говорим спасибо за доставленное удовольствие. Елена Бабина, Людмила Медведева и Адамия Елена Кошлева, Видное ТВ.